В ожидании голубого топлива. Если посмотреть, в Заволжье немало было сделано. Это и строительство нового детского сада, это электрификация, это и капитальный ремонт очистных сооружений. Конечно же, газификация – это то, чего не хватало жителям долгое время, то, о чем они мечтали. Заволжье готово к началу использования природного газа. Уметь оказать помощь и себе, и боевому товарищу. Нам в максимально сжатые сроки необходимо обучить максимально полезным навыкам. То есть это умение останавливать кровотечение, массивные, жизнеугрожающие. В Чебоксарах врачи обучают мобилизованных основам военно-медицинской подготовки. Не готово, не огорожено и не безопасно. А если ребенок, заигравшись с друзьями, позабудет о том, что площадка не совсем готова к приему гостей, и скатится вниз, боюсь, он может получить даже перелом позвоночника. В Научебоксарске дети рискуют получить травму, играя на недостроенной площадке в Ельниковской роще. Когда ее обещают довести до ума, расскажем в выпуске. Создание реалистичных декораций и детально проработанных костюмов. Процесс работы очень сложный. Костюм получают очень тяжелый. Но артист, когда выдержит, пришивается все вручную, несколькими стежками. Как в театральных цехах готовиться к премьере оперы «Сурский рубеж» увидела наша съемочная группа. Здравствуйте, в прямом эфире «Вести Чебоксары». О событиях вторника расскажут корреспонденты ГТРК «Чувашия» и я, Михаил Нагоркин. Сегодня состоялось 25-е очередное заседание Чебоксарского городского собрания. Депутаты выбрали главу столицы Чувашии, а также чествовали новых народных избранников. К седьмому созыву горсобрания присоединились три новых депутата, которые были избраны 11 сентября этого года. Удостоверения и значки депутата сегодня получили Владимир Доброхотов, Павел Литвиненко и Инна Исаева. Также на заседание путем тайного голосования народные избранники выбрали новую главу города Чебоксары. Единственным кандидатом на этот пост был выдвинут 60-летний Евгений Кадышев. Профессор Чигу, доктор экономических наук, он уже возглавлял городское собрание депутата с 2017 по 2020 годы. Народные избранники единогласно поддержали его кандидатуру. Вступаю в должность главы города Чебоксары, столицы Чувасской Республики. Клянусь при осуществлении полномочий главы с честью выполнять обязанности высшего должностного лица города Чебоксары, столицы Чувасской Республики. Верностью, с верою служить народу, прилагать все усилия для развития и процветания родного города. Спасибо, уважаемые коллеги. Я, конечно же, прежде всего поздравляю, Евгений Николаевич, вас с вступлением в должность главы города Чебоксары. Но, несомненно, уверен, что вы с первых дней возьметесь очень активно реализовывать все эти задачи, которые стоят перед городом Чебоксары. Ну, и несомненно, которые являются такой составной частью плана развития Чебоксарской Республики. А учитывая масштабы города Чебоксары, это, конечно же, львиная доля задач, которые делают, может быть, даже основополагающий вклад в развитие республики. До конца месяца в Заволжье придет голубое топливо. В Сосновке проложили более 16 километров газопровода. С ходом работ ознакомились сенатор Российской Федерации Николай Владимиров, представители компании «Газпром Межрегионгаз», руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Чувашии Николай Николаев. В Заволжье работы по программе газификации регионов начались в 2019-м. В прошлом году проложили газопровод. До Чувашии его тянули из Мариел. Льна 53 километра, из них 21, проходят по территории соседнего региона. Сейчас в Сосновке закончили работы по прокладыванию 16 километров газопровода. Заволжье полностью готово к началу использования природного газа. Стоимость объекта 140 миллионов. Помимо Сосновки, голубое топливо будет доступно северному, пролетарскому, октябрьскому поселкам, различным санаториям и базам отдыха. Всего газификации затронет более 1700 домов. Была проведена предварительно подготовительная работа. Мы проводили встречи с населением. В настоящее время на базе региональной общественной приемной в городе Чебоксары мы, по сути дела, принимаем эти заявки. Любой житель Заволжья может обратиться сюда. И также у нас действующие офисы, компания газораспределения, куда также жители могут прийти и оформить необходимую заявку. С момента начала социальной газификации на территории Чувашской республики, хоть наш регион является высокогазифицированным, но, тем не менее, заявки поступают на социальную газификацию. Уже принято более 4600 заявок на социальную газификацию. Из них около 3900 уже отработали. Природный газ доставят из газораспределительной станции Кокшамара и Республики Мариэл. В этом месяце должно завершить укладку 30 километров газовой трубы. Сейчас идет работа с внутрипоселковыми сетями подключения котельных. На данный момент нам подтвердили три предприятия о готовности своих котельных к приемам природного газа. В большой степени готовности находятся котельные физкультурно-оздоровительного лагеря «Росинка», санатория Чувашей, а также котельные «Паутэ-Плюс», находящиеся в поселке Северный. Если посмотреть, в завод же немало было сделано. Это и строительство нового детского сада, это электрификация, это и капитальный ремонт очистных сооружений. И, конечно же, газификация – это то, чего не хватало жителям долгое время, то, о чем они мечтали. Людмила Майкова, Диана Иванова, Андрей Шоклев, Вести Чувашия. По инициативе Чебоксарского медицинского колледжа врачи стали обучать мобилизованных навыкам оказания самопомощи в боевых условиях. Что в первую очередь пригодится военным на передовой и где можно пройти курс, расскажет Татьяна Иванова. Обучение проходит в симуляционных центрах медучреждений республики. Из теоретических знаний – учебный видеофильм, методички. Из практических – индивидуальное занятие с инструктором. По поручению правительства Чувашской республики подготовлена программа обучения мобилизованных граждан. Эту программу подготовили на трех площадках. Это первый – Чебоксарский медицинский колледж, второй – это Центр медицины катастроф и Институт усовершенствования врачей. Мы подготовили программу обучения на базе данных Института тактической медицины. Тактическая медицина – это главная часть военно-медицинской подготовки. Оказание первой помощи на поле боя. И самое важное здесь – не искусственное дыхание и другие способы реанимации, а элементарное наложение жгута. Нам в максимально сжатые сроки необходимо обучить максимально полезным навыкам. То есть это умение останавливать кровотечение, массивные, жизнеугрожающие. У каждого бойца есть аптечка, в которой обязательно должны быть жгуты. Жгут собираем в ладонь, чтобы на полсантиметра выступала с каждой стороны, и потом затягиваем резиночкой, обухновенной канцелярской. Вместо жгута можно наложить ремень, скрутку из бинтов. Главное – сделать это правильно и быстро. При артериальном кровотечении счет идет буквально на минуты. Каждый будущий военнослужащий должен уметь оказать помощь и себе, и товарищу. Самый главный – первый тур. Как следует делать. Полдня непрерывного инструктажа и навык отработан. Только убедившись, что ребята усвоили урок, медики дают добро. Татьяна Иванова, Виктор Степанов, Вести Чувашия. С чувством выполненного долга. Чебоксарец Виталий Емельянов вернулся домой со специальной военной операцией. Он в числе первых добровольцев отправился на защиту Донбасса в мае этого года. На передовой он служил по контракту более двух месяцев. Что подтолкнуло специалиста электротехнического кластера на время оставить работу и отправиться в зону проведения спецоперации, он рассказал моей коллеге Елене Михайловой. Джаз, я литнап, физрук, Магадан. Ява, Джаз, физрук, Магадан это позывные сослуживцев Виталия Емельянова. Все они из Чувашия. Ушли вместе и вернулись вместе, признается доброволец. Решение отправиться на передовую было взвешенное и выверенное, говорит боец. Поддержка близких придавала уверенности. Обратился в военкомат и в составе команды из нескольких десятков человек уехал на подготовку в Ростовскую область, а уже в июле был на передовой. Виталий Емельянов офицер запаса, летчик морской авиации. Но до Донбасса боевого опыта за плечами не было. В добровольцах значение служил-то, не служил, значения не имело. Вместе со мной были ребята, которые не служили совсем в российской армии, в советской армии. Совсем, понимаете? То есть и слово совсем. Ищу ваше, я горд, что в одной команде был и человек, который кандидат в педагогическую науку. Понимаете? То есть это действительно добровольцы, которые посыл изнутри, от души шли. На защиту Донбасса чебоксарец отправился в составе подразделения БАРС. В отряде специального назначения принимают жители со всех регионов России. Новобранцев там обучают военной науке и управлению спецтехникой. Как признается Виталий Емельянов, плечом к плечу он находился с теми, у кого уже был солидный опыт участия в боевых действиях. Разумеется, товарищи с летнабом, это позывной добровольцы из Чувашии, своими знаниями делились. Ради чего, по большому счету, пошел? Понятие родина – это более широкое. Моя родина – это моя семья. Я пошел ради своего мира. Это моя мама, моя супруга, мои детки. Я защищал, прежде всего, их. Потому что знаю, что кто-то должен. В обычной жизни Виталий Емельянов трудится в электротехнической отрасли. Для поездки на Донбасс взял на работе отпуск за собственный счет. Сейчас он уже вернулся к своим привычным обязанностям. Ведь на предприятии сохранили за добровольцем рабочее место. Елена Михайлова, Дмитрий Макаров, Вести Чувашия. На поддержку участников специальной военной операции из резервного фонда республики направлено более 100 миллионов рублей. На эти средства закупается экипировка для бойцов. Еще 23 миллиона поступило на спецсчет фонда развития Чувашии Перле. Деньги в том числе собраны на благотворительных концертах. Первый патриотический концерт «Своих не бросаем» прошел в Чебоксарах в театре оперы и балета 7 октября. Все билеты на него были раскуплены за два дня. Средства 880 тысяч рублей поступили на спецсчет в фонд развития Чувашии Перле для помощи военнослужащим. Инициативу поддержали во всех городах и районах республики. Концерты уже прошли в большинстве муниципалитетов. До 4 ноября артисты и творческие коллективы выйдут на сцены в Красноармейском, Чебоксарском, Маргаушском, Красночитайском, Аликовском, Козловском районах и городе Шумерле. Вырученные за билеты деньги также пойдут на поддержку бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Глава Чувашии поблагодарил всех, кто не остается в стране и поддерживает бойцов. И напомнил, в республике предусмотрены меры социального сопровождения семей военнослужащих. Власти на местах должны оказать им всю имеющуюся помощь, резюмировал Олег Николаев. Я бы здесь просил и правительство Чувашской республики, и глав администрации взять на контроль доведение всех мер поддержки до семей. Будь то организация горячего питания, будь то обеспечение местами в детских садах, школах, будь то вопросы ипотеки или других вопросов в части оплаты ЖКХ, взаимодействия с судебными приставами. Недострой опасный для детей. В Ельниковской роще Новочебоксарска строят новую детскую площадку в рамках республиканской программы. Игровое оборудование установили еще летом, но вот безопасного покрытия для игр там до сих пор нет. Строители, по рассказам местных жителей, уже давно не навещали объект, а вот дети, наоборот, облюбовали. В нашу редакцию обратились неравнодушные новочебоксарцы, которые опасаются за здоровье местной ребятни, ведь площадка пока травмоопасна на каждом шагу. Шаг влево, шаг вправо – травма. Эта детская площадка пока не соответствует никаким СНИПам и ГОСТам, хотя ее возводят в рамках программы формирования комфортной городской среды. Контролировать строительство, по сути, должен Институт территориального развития Минстроя Чувашии. Однако сегодня под ногами у детей валяется электрический кабель, из земли торчат железные штыри, ненароком упав на которые, можно получить серьезные увечья. Тем не менее, дети не задумываются о последствиях и в припрыжку бегут сюда играть. Ну, мы приходили однажды с подругой сюда, я вот тут прыгнул и вот туда упал. Тут девочка еще прыгала, она у нее вот тут застал и назад вот так упала. Так, и чем закончилось все? Пошел в травмку? Или отрехнулся и дальше побежал? Ну, она просто отрехнулась и пошла туда, куда-то. А у тебя как все прошло? Ну, я посидела, у меня прошло. Может, не стоит тут гулять? Ну, гулять больше негде, поэтому мы здесь гуляем. А если ребенок, заигравшись с друзьями, позабудет о том, что площадка не совсем готова к приему гостей и скатится вниз, боюсь, он может получить даже перелом позвоночника. И все же игровая площадка пользуется высоким спросом. Эти кадры сделаны новичбоксарцами в минувшие выходные. Видно, что разом здесь резвились около 30 детей. Рядом с ними есть и взрослые, которые молча наблюдают. Впрочем, как и сегодня. Вы почему здесь детям разрешаете играть? Не страшно за их здоровье? Под нашим присмотром. Мы же смотрим. Им же нравится. А куда? Куда сейчас пойти еще? А куда сейчас можно идти? У нас в городе куда еще пойти? Где еще можно идти? Кроме Еленниковской рощи. Раньше все аттракционно работали. Все. Когда у меня дети росли, мы, а сейчас вот внука вот. Почему недостроенный объект не огородили и почему никто не следит за тем, чтобы дети здесь не играли, ведь площадку не ввели в эксплуатацию? Эти вопросы мы адресовали начальнику отдела благоустройства администрации города Спутника. Должны эти работы заказчик обеспечивать безопасность, сохранность и учество. Заказчик, минстрой в лице Института территориального развития. Мы об этом сообщили в институт, что в общем-то так дело не пойдет. Необходимо здесь каким-то образом прекратить доступ и как минимум быстрее доделать работы. Не затягивать с этим делом. У них срок 1 ноября, но мы рассчитываем, что будет выполнена данная работа раньше. До 1 ноября осталось ровно две недели. Удастся ли подрядчику завершить работу по благоустройству детской площадки раньше или хотя бы в срок, узнаем совсем скоро. А пока берегите детей. Екатерина Храмкина, Вадим Владимиров, Вести, Чувашия. Надежная работа теплосетевого хозяйства – это то, без чего невозможен комфорт в домах. По концессии компания «Т-Плюс» приняла на обслуживание около 900 километров тепловых сетей и интенсивными темпами приводит их в порядок. Речь идет о магистральных и внутриквентальных трубопроводах. Как энергетики повышают надежность системы теплоснабжения Чебоксар и Новочебоксарска, расскажет Лидия Галактионова. На ежедневной утренней планерке обрисовывается фронт работ. Первым делом бригада реагирует на звонки жителей о неполадках. Здесь нужно действовать оперативно, чтобы в кратчайшие сроки устранить проблему. Затем традиционные обходы, в ходе которых могут быть обнаружены повреждения на трубах. Район тепловых сетей номер 2 обеспечивает надежность теплоснабжения в Калининском и Ленинском районах Чебоксар. В зоне ответственности специалистов 350 километров трубопровода и 15 центральных тепловых пунктов. Квартальная сеть ровесники домов. Им всем уже больше четверти века, а значит, подходит срок окончания службы. И такой осмотр, говорит начальник района Евгений Васильев, необходим. Несправность может сказаться на потребителях, поэтому обнаружить ее и устранить нужно как можно быстрее. Как в этом случае на проспекте тракторостроителей. Земляные работы были произведены в связи с тем, что выявлено повреждение на трубопровода диаметром 150. Место производства работы огорожено. Дефектный участок трубы был заменен. В дальнейшем будет производиться обратная засыпка и место работы будет благоустроено. Несмотря на изношенность перешедших компаний сетей, аборийность, говорят специалисту, удается удерживать на уровне привычных показателей. Сказывается работа на опережение. В день бригады проверяют до 15 километров, чтобы поставлять ресурс в надлежащем качестве. За нами потребители, за нами то, чтобы быстро устранить и быстро закопать, и быстро людям дать отопление и горячую воду, и за оперативную организацию всего этого процесса. Это все за нами, и мы все работаем для людей. Работы по замене тепловых сетей, предусмотренные концессией, идут в соответствии с графиком. В Чебоксарах обновили почти 20 километров, в плане этого года – 29. В оставшиеся месяцы, обещают энергетики, выйдут на необходимые показатели. В Новочебоксарске весь намеченный объем уже выполнили. В первую очередь, конечно, мы стараемся заменить ветхие участки, где несколько раз уже были повреждения. В прежние годы, в этом году при гидравлических испытаниях были повреждения. Вот, основываясь на этих данных, мы закладываем в план и меняем трубопроводы. В первую очередь, мы, конечно, стараемся, чтобы обеспечить людей теплом, горячей водой, потому что от тепла и наличия горячей воды зависит комфортные условия жизни. Причем перекладку сетей стараются проводить в рабочее время. В ситуациях, где требуется отключение на более длительный период, энергетики задействуют резервные линии, чтобы потребители не почувствовали неудобств. Где мы проложили новые теплотрассы, люди будут получать тепло и горячую воду бесперебойно. Они никаких неудобств не почувствуют. Для этого мы и работаем. Лидия Галактенова, Виктор Степанов, Вести Чувашея. Театральное событие этой осени. К премьере готовится опера «Сурский рубеж». Зрителю увидят ее 28 октября. Пока артисты и музыканты оттачивают свои партии на сцене, за кулисами идет самая масштабная подготовка. Создаются декорации, шьются костюмы. К тем, кто заботится об идеальной картинке и чтобы костюмчик сидел, заглянула наша съемочная группа. У всех цехов театра оперы и балета сейчас самая горячая пора. В какую мастерскую ни загляни, везде стучат, режут, красят, шкурят. Сроки поджимают, но спустя рукава работу выполнять тут никто не собирается. Премьера, как-никак, готовится мировая. Оперу «Сурский рубеж» впервые покажут зрителю. Композитор, автор либретто, режиссер и художник-постановщик приглашенные. Молодые, со своим необычным взглядом на творчество. Ожидания и требования высокие, поэтому стараются все на максимуме. В Бутафорском цеху творится своего рода волшебство. Из воздушного пеноплекса делают деревянные столбы, бревна и массивные камни. Натуралистичности им придают студенты художественного училища. Ребята проходят практику во всех цехах театра. Мы делали 10 бровен от 20 метров и до 3 метров. 10 штук. Сейчас делаем стол, дружбу, потом камни будут. Говорят, работа не сложная, но интересная. И увидеть результаты своего труда на сцене уже хочется. Такие хорошие декорации. Да, я посмотрел на спектакль. Ну, я обязательно приду. Осталось чуть больше недели. Нужно успеть отшить и отделать еще два задника для спектакля. Всего в опере их будет 13, и это очень много. Пожалуй, это один из самых сложных этапов. И цех самый масштабный, художественно-декорационный. Все делается вручную. Сложнее всего дался вот этот занавес со множеством аппликаций на чувашскую тему. Все это надо было вырезать, и все надо это пришить аккуратненько. Опять вырезать, пришить. То есть не полностью полотно ты вырезаешь, а каждый кусочек, чтобы не лезло ничего. Поэтому красота, конечно, получилась. Больше 20 ушанок, а еще косынки, балаклавы, кепки. Здесь нон-стоп шьются головные уборы. Даже осенние веночки вяжутся. Пошивочный цех, в свою очередь, старается успеть отшить костюмы для всех героев. Опера достаточно массовая, комплектов одежды требуется немало. А ведь у некоторых персонажей по замыслу художника присутствуют детали в национальном стиле. К примеру, у «Духа войны», партию которого исполнит Алексей Рюмин, он же и хореограф-постановщик спектакля, более 300 монеток. Процесс работы очень сложный. Костюм, получается, очень тяжелый. Но артист, когда выдержит, пришивается все вручную, несколькими стежками. Все уже в предвкушении. И волнении. Успеть бы. Премьера оперы «Сурский рубеж» состоится 28 октября. Наталья Егорова, Святослав Петров, Вести Чуваше. В Чувашском государственном институте культуры появится школа креативных индустрий. Что это такое, кто сможет ее посещать? И главное, какие навыки освоят ребята учреждения доп. образования? Расскажет Екатерина Данилова. Школа креативных индустрий — это эдакое арт-пространство, где детей научат фотографировать, записывать видео, создавать анимацию, 3D-графику, писать электронную музыку. Всего шесть студий. Их возглавят преподаватели Института культуры. Например, руководителем мастерской кино, фото, видео, творчества станет Эдуард Кранк. Педагог рассказывает, после таких занятий школьники сами смогут снимать и монтировать фильмы от документальных до художественных. У нас будет организована студия-фотолаборатория при этой студии, где можно будет создавать кино, не видео, а кино и фотоизображение с помощью пленочных технологий. Дети до 17 лет, которые своими руками будут создавать сценарии, будут создавать режиссерские сценарии, затем осуществлять съемочные процессы, монтировать фильмы, включая переозвучку и тонирование. Кстати, озвучивать свои короткометражки ребята будут в новой современной студии звукозаписи. Здесь же можно создать музыкальный трек, даже записать симфонический оркестр. У нас появляется возможность аранжировок, у нас появляется возможность озвучивания книг, сказок, запись рекламы. И это, конечно, в первую очередь важно для будущих специалистов, которые будут выпускаться для нашей республики. На первом этапе в школе планируют обучить 60 школьников в возрасте от 12 до 17 лет. В студию сможет попасть любой желающий. Никакое специальное образование не требуется, говорят организаторы проекта. Причем ребенок сам выберет именно то направление, которое ему интересно. Мы искренне надеемся, что обучение в школе смогут пройти все ребята, которые заинтересованы в творческом развитии. Обучение будет абсолютно бесплатным. Мы планируем приглашать к нам сюда в институт не только ребят из города, но и из районных школ также. Если бы не победа в конкурсе Министерства культуры России, школа креативных индустрий в институте вряд ли бы появилась, говорит Ольга Михайлова, к проекту готовились основательно. Составили учебную программу для каждой мастерской, концепцию развития, посчитали смету на оборудование. Как итог, 78 миллионов 400 тысяч рублей. Такую сумму из федерального бюджета получит ВУЗ на запуск учреждения дополнительного образования. К тому же оно станет первым шагом к созданию новой системы обучения, уверены в региональном Минкульте. Мы очень активно работаем по преобразованию института культуры и искусств. В прошлом году мы объединили в одно юрлицо институт культуры и училище культуры. То есть мы создали такую двухуровневую систему образования в этом учебном заведении. И создание школы креативных индустрий, открытие школы креативных индустрий – это первый шаг к созданию трехуровневой системы образования, непрерывной системы образования для отрасли культуры и искусств. Екатерина Данилова, Надежда Александрова, Святослав Петров, Вести Чувашия. В Чебоксарах, в столичном универсальном спортивном комплексе 7-й школы Олимпийского резерва, проходит первенство Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия». С организаторами соревнований и участниками пообщался наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. В столицу Чувашии побороться за награды спорт-общества профсоюзов «Россия» приехало более 100 мастеров кожаной перчатки из 22 регионов страны. В этом году соревнования посвящены памяти главы Чебоксар Олега Картунова. Глава города Олег Игоревич Картунов безвременно ушел от нас, но тем не менее дело, которым он занимался, живет и сейчас. Любовь его была бокс, он был председателем фонда, старался для ребят. И то, что сейчас в сердцах этих ребят останется, останется на всю жизнь. В спортивную честь Чувашии защищают 16 подопечных профильной Республиканской Федерации. В первый соревновательный день из квартета «Хозяев» в следующий круг состязаний удалось пройти лишь воспитаннику спортшколы «Улыб» поселка Кугесе – Василию Герасимову. Он в красной майке. Воспитанник Николай Иванова выступает в ранге победителя профсоюзного первенства страны. И в ринге чувашский файтер доказал свое превосходство над представителем Башкортостана Артемом Абдурахмановым. С победой коллегу поздравил обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта СССР Валерий Лаптев. Я думаю, что это рукопожатие будет сопутствовать мне удаче на этих соревнованиях по спорту. И дай бог я дойду до финала и одержу победу. Всего же награды первенства будут изыграны в двух возрастных группах – юноша 16-17 лет и молодежь 19-22 года. В 13-ти весовых категориях. Вячеслав Ильин, Святослав Петров, Вести Чуваша. Таковы вести к этому часу. Увидимся в эфире завтра в это же время. Субтитры создавал DimaTorzok